Вообще никакую возможность. Возможность есть на самом деле, просто как бы... Да, возможность есть, но мы... Директ-камера, есть возможность делать что угодно. Слушай, в натуре, а давайте посмотрим Dota с директ-камерой. Не, ну я так не могу комментировать. Давайте лучше посмотрим Dota от хуёна. Dota от хуёна. Так, короче, товарищи, всё, стопе, давайте по-серьёзному начнём. Я попрошу у режиссёров представить хотя бы нам команды, чтобы мы поняли. И турнирую таблицу ещё раз показать. МВП Феникс против Оранж, Марш, Хин, Райзен, Фарив и Киоу. Ребята, которых мы очень хорошо помним, знаем и болеем за них. Против них легендарный Винтер, легендарный Шарки. Прости меня, Вила. Вот Шарки, Синдерен, один в один. Ну посмотри, ну лицо просто Синдереновское. Ну Шарки, ну если сбрить ему вот... Не, если сбрить ему бороду у Синдерена, да. Не, у Шарки, да, у Шарки типа похож он, но у него лицо, ну такое, более дебильное, что ли. Не знаю, как правильно сказать. Короче... Ладно, неважно. Ну и давайте смотреть игру. Это пятый тур. Оранж против МВП. Я не знаю, я вот раз у меня не было паузы, я попрошу Ваню... Попроси мне, пожалуйста, двойное эспрессо. Я очень, очень... Там, ну, знают девочки на баре. Ваня, чай возьми, пожалуйста. Вот. Пожалуйста. Ну у нас просто не было возможности. Товарищ Хуюн нас надурил. И, ну, что ты тут сделаешь просто? То есть... Хуюн себе эксклюзивные права на Dota TV пробил. Кстати, заметь. Это, я думаю, неспроста. Это как бы Хуюн все прекрасно понимает, что вообще происходит. Ну, один хрен все средства у нас получает Вальву, поэтому, увы, он... Да, к сожалению, к сожалению, он попал. Ладно, давайте быстренько разберемся, что у нас здесь происходит. Нас Винтер играет на кентаре. Ладно, Ленина, Винтера, очень больно Винтеру, подходит у нас MVP Force, начинает гоняться всей тусовкой. Винтер умирает. Представили Винтера. Пожалуйста. Это Винтер, он комментировал Dota для BTS. Теперь, я думаю, всем понятно, кто такой Винтер. Так вот. Так, у меня действительно стоит директ-камера, я ее, пожалуй, отключу. Все-таки FreeCam повеселее. По линиям. В легкой у MVP Phoenix Fariv стоит на Эмбере и помогает ему на дереве, собственно, Хин. А в миде у нас стоит QO на Слард... Что? У нас... У нас Соломит Слардар и Джакира рядом с ним. Сложное у нас... Слардар нападает, нападает он на Алхимик, Алхимик чуть не умер. Вот было бы круто, если бы Слардар сейчас успел отбежать, Алхимик сам себя взорвал бы и умер. То, что надо. Так вот, QO на Слардаре и в сложной играет нас Марч, великий Марч и страшный Марч играет на Тайтхантере. Против них Orange, S-Hawks, или я не знаю, как это неправильно почитать. Наверное, S-Hawks играет в легкой на Вивере. Шарки играет на Support Operation. В миде у нас что-то делает Сенкинг. Нет, Сенкинг сюда просто пришел потусить, пока на базу убежал у нас товарищ Асера, который на Алхимике стоит вообще мид. Ну и в сложной, как мы видели, Винтер, который уже успел в этой игре отдать фрозблат. Смотрим, это пятый тур. Напоминаем, напоминаем еще раз, что у Orange 3.0, у MVP Phoenix 1.2. И интересная игра. Эту игру для вас комментирует Вилат и Лост. Никнеймы наши в Твиттере. V1LAT и Light of Heaven X. Подписывайтесь, пожалуйста, а то у вас горят мониторы. Как всегда. Да, по пику мы увидим, что у нас MVP продолжает радовать нас интересными стратегиями. Они увидели, что у Orange имеются фактически 3 мили. Это Кентавр, Алхимик, попадает на Слордара. Гонит его. Но Слордар у нас не хочет из-за тебя... Смотри, тут на Винтера напали. Винтера связали. Винтера бьют с ДД. Винтер дал стан. Получил семечку. Винтер пытается бежать. С ДД у нас ТХД. И 0.2 Винтер. Вот так вот. Да, не самое лучшее начало, скажем так, для Винтера. Да, мы еще добавим, что он умудрился пробить себе слот на Интернешнл, взяв себе просто плюс 4 и вообще казаковое, и в итоге... Мувк, мувк, мувк. Да, и в итоге он там их вмесил. То есть, на самом деле, этот парень очень многого стоит. Не, ну мы не будем особо там про него рассказывать. Да, мы не будем давать ему личную рекламу, а то все... Да, а то все, да, еще на этот намошнит себе. А то мы про хуёну уже рассказывали, то, что он здесь. Ну да. Эксклюзивные права, если себя пробил. Да, на вьетнамском языке. Так вот, мы видим, что в легкой довольно неплохо себя чувствует Вивер. У него 28 на 3, но Тайтхантер против него тоже фармит. Четвертый левел уже Тайтхантер. 12 на 0 у него Крипстат. А в лесах Сенткинг у нас пока мы видим не стакает себе и... И выходит на Тайтхантера. Так, на Тайтхантера. Тайт. Будет сейчас Ачер Смэш. Должен быть Ачер Смэш. Сенткинг. Копнул. И вот дерево помогает. Тайт. Ачер Смэш. Ну и этого, конечно же, не хватает. Потому что Сукучи включается. Вивер разрабатывает первый фраг для Оранжей. Аппарат очень хорошо пробивает Тайтхантера через его пассивку. Потому что этот дэмэш он, по-моему, считается магическим. И вот эти вот минус уроны, он на тебя не работает. Ну да. То есть пробегает и как бы... И в итоге маршу очень больно. Потому что привыкли мы видеть Тайтхантера, который у нас просто уничтожает триплэйн и покоряет... Покоряет кого угодно. А в итоге ему сейчас тяжко. Тут у нас в центре Слардар развлекается с... С алхимиком. И в общем по пику. Очень наглый пик у МВП. И огромное количество ловит гейма. Тут Слардар бежит на руну. Выходит на него Вивер. Начинает гнать. Но ошибается с направлением. Начинает бежать дальше. Слардар уходит. Да, довольно веселый получился момент. Слардар там вылетал. Давал стан на руне. И одновременно получил Unstable Concussion от Алхимика. Который там в миде против него. Там стоит, мешает ему конкретно жить. Ну и никого не хватило. Ну вообще насколько же риск... Ну а тут Слардар опять не попадает с танчиком. Так вот, насколько же рискованное вообще решение ставить Слардара в мид? Ну в принципе против Алхимика оно не рискованное, понятное дело. Да, то есть ты будешь ставить нормально, потому что... Ну взять у тебя какие-то хорошие статы. Там дешевый монокост. И в общем-то все путем. Единственное... Ну единственное... Ну Алхимик бы чувствовал себя хорошо, если бы он качал себе хотя бы на единичку Гриллз... Ну его монетку. Но так как монетку он не качает, то Слардар у нас больше фарма забирает. И вот получился у нас шестой левел. Слардар по кулдауну кидает на него минус армор. И Алхимику тут уже тяжко, потому что без ультимейт Слардар очень хорошо пробивает его. Да. Так что надо осторожнее быть. Огромная наглость от МВП. Лейтовый Тайтхантер, Эмбер, Слардар, еще все это портрет протектором. И раннего файта вообще нет, в то время как Оранж, дикая связка. Огромный прокаст, сильные нюки, высокая мобильность, да и вообще такой приличный ганг. Но как видишь, раннего файта нет, но это не мешает МВП давить по линиям и довольно свободно себя чувствует сейчас. Алхимик застанил сам себя, гонится за ним Слардару. Слардара не хватает на стан, но нужно бить. Тут нужно бить, урубает ультимейт и уходит Алхимик. Кстати, Слардар, если бы заюзал Маджик Монт, у него бы хватило на стан. Он только что его заюзал и дал стан в крипов, но... Ну это такое. Да, это такое, это уже... Не да что, так Кентавр, побежал, Санкин, копает, проблемы огромные у Райзена. Тут же стан от Кентавра, влетает сюда Вивер. Райзена пытается выхилять, здесь же Эмбер пытается кого-то убить. Тайтхантер, ультимейт, отличный, как же вовремя все делает Тайтхантер. Минус два, Винтер пытается убежать. Слардар, Винтер тоже, до свидания. И это 5 в 1. Ну 5 в 1 становится счет, и внезапно в одной точке окажется 5 игроков корейской команды. Внезапно, конечно же, для Оранжей. Неплохо. Смотри, сколько денег у Тайтхантера-то. Да, тоже бы я сказал, неплохо, но это слишком даже хорошо. Парень, который у нас терпел против троих, имеет 2000. Он, по-моему, сейчас нука имеет. Ну-ка, дайте посмотрим. Да, имеет он больше, чем кэри вражеской команды Вивер. Неожиданно. А Вивер у нас имеет 1700. Интересно, что же он себе хочет купить, учитывая, что он не пакует себе фастмидас, не покупает рецепт, и при этом не покупает никаких статов. То есть, вот в такой ситуации, ну, если уж вы не делаете фастмидас, то лучше, там, какую-нибудь ПТ-чику вообще взять, или, там, колечки прикупить, которые реген давать. Но по итогу, он вообще, вот смотришь, он бежит без сапога на другую часть карты, даже не используя телефон, и теряет очень много фарма. Ну, а Тайд имеет блинк. Да, хороший артефакт. Сейчас у Марча, и посмотрим, как дальше они будут работать, собственно, с блинком. Я имею в виду полностью команду MVP Phoenix. Десятая минута матча у нас пошла. Да, смотришь на Винтер, и вот за него становится немножко печально, потому что Тайд Хантер у нас с блинком, а Кентавр у нас даже и намек, когда блинка нету. То есть, такой неравносильный размен, и сейчас нужно идти дальше ТВРа забирать. Зато он играл на третьем интернешнале. Да, у MVP огромное преимущество в плане вот замеса. То есть, сейчас Оранжем выигрывать его нереально, пока у Санкинга и у Кентавра нет блинк-даггера. Вивер с Алхимиком вообще, по-моему, в драку не зайдут. Фантастика, Слордар тоже берет даггер. Блин, вот как можно не болеть за эту команду? Просто два быстрых даггера, Тайд Хантер, Слордар, плюс есть Эмбер, плюс есть ТХД и дерево, которое все хилит. И все, и просто ехало вообще. И плюс у них пик мужиков, которые врываются и бьют лицо. То есть, это на самом деле тоже заслуживает уважения. И сейчас они собираются данное сие действия и сделать. Бродят по лесам, находят у нас Санкинга. Санкинга нету блинка, ему буквально писечки не хватает. Ну, сейчас Агаша тоже нет, но тут, конечно, его в любом случае догонят. Правда, вивер не дает, кентавр. Так, ну, кстати, куда ты побежал? Тут такой вивер этот бесстрашный, он же тоже может получить Amplified Damage и будут проблемы. Санкинг у нас убежал по Тауэре, на самом деле, я считаю, что его отпустили. Тут ему дал аппарат Тейпорт. Ну, а как бы его могли догнать? У Тайда нет гаши, он его вообще не качал. И... Сардара, там, Спринт, Плинк Даггер. Вот у нас прыгает он на Алхимика, начинает надеть Алхимик. Ну, Алхимик тут просто пау. Интересно, очень интересно башни прокать, но если бы прокнул, то... Он его качал? В единичку качал, да. Больше, конечно, сейчас не надо. Ну, вот... Как же активно действует MVP, но в этой всей активности есть один огромный минус. Они не фармят. Никто не фармит. В то время как, ну, Тебер немножечко продал у Эмбера. Лол, у Эмбера сейчас Battle Fury будет с такими темпами. А там фармит Винтер, который нафармит Средаггер. И там фармит на топе Вивер, как ни крути. И вот тут дерево, тут траблы. Вот на дерево напали. Бьют его очень больно. Полетел сворм, есть АП. И дерево здесь погибает. Тайд Хантер закрывает собой, но все равно... Марч, красавчик, как хорошо он хотел сделать. Немножечко не хватило. Он хотел полностью закрыть проход Виверу, чтобы дерево не смог тот дамажить. Но совсем немножко не хватило. Даже само дерево не ожидало, что его Тайд Хантера закрывает. Да, и оно уже пошло куда-то. Семечку, семечку кидает на Вивера. Но в итоге у нас вырывается на Джакира. Не знаю, не понятно, что здесь Джо Джакира вырывается. Лордар у нас начинает нарезать Сенкинга. Сенкинг уходит и нужно бежать. Да, Джакира сейчас боится получить даблэдж от Винтера. Там все-таки четвертого левла уже даблэдж. Винтер. Ускорил всех. Где-то непонятно. А, вот здесь все-таки Джакира. Джакира. Смотри, какая она толстая. Смотри, какая она толстая. Как долго она живет. Бегает за ним дальше Алхимик. Ему дают армора. И у нас Джакира спокойно уходит. Вот это да. Ну и по-прежнему 0.04 у него, прошу заметить. Эмбар здесь фактически завершает свою батлфури. Это на самом деле очень жестко. Да, 14-ая минута БФ. Это, конечно, будет приключение очень скоро. У Оранжи 3 миличника и еще Вивер такой полумилии. В итоге тут нарезать этим сплэшом будет конфетка для всей команды. Да еще под минус армором. Да, ну, научились MVP в Киеве, насмотрелись. Да, на Фераре, который, знаешь, собирает не какие-то терп айтемы, там, барабаны и прочие. Ну, БКБ-щики, а просто батлкури и пошел месить. Да, ну и действительно поиграли, потренировались с ними. И сейчас понимаешь, что делать. Ну, Оранжи тоже в последнее время довольно много натренировались. Как вы знаете, я думаю, если вы следите за нашими трансляциями, последних 2 недели эта команда находилась в Шанхае. На Лане они играли 2 недели подряд свои матчи в ИПЦ. У них там не очень хорошо пошло. Проиграли они там чуть ли не у всех. Сыграли несколько нич, по-моему, одну игру выиграли. Существует о том, что не вышли они в топ-6. Но получили неоценимый опыт перед квалификациями. И вот 3 победы, которые уже у них есть, да, к пятому туру, это уже показательно. Если здесь будет 4-0, ну, то после 4-0 вы помните, что в Америке после 4-0 уже... Ну, 4-х побед фактически хватало, чтобы побороться в плей-оффе. Так, Сент-Кинг, Сент-Кинг просто убегает. Стардар тут за... За Алхимиком. Тайт, отличный ультимейт. Тайт цепляет также Вивера. Убили там Алхимика. Опарэйшн тоже здесь. Прилетел Эмбер. Тайт умирает, правда, от Вивера. И это, кстати, какая-то... Какая-то лабуда получается. У Сент-Кинга нету мана, на него прыгает Стардар. Начинает фокусить Сент-Кинга. Сент-Кинг минус. Бегает у нас Вивера, у нас кулдаун на Амплифай. Поэтому Вивер у нас бегает. И дальше всю команду развлекает. Тут тем временем гонится Эмбер за Кентавр. И Кентавр также минус. И это минус 3. Да, и Эмбер уже с Баттлфьюри и с Аркантапками. И заработал сейчас фраг в драке. Тауэр сейчас заберут здесь MVP. Слушай, а по деньгам-то у них преимущество 7000. По эксперт 2. Неожиданно. Какие же красавцы. И еще падает Тауэр. И будет еще 10 тысяч. Они просто прям вообще. Да, и я вот еще сказал про Сент-Кинга. Могу сказать, что он тоже вообще. У него не хватает маны, чтобы сделать комбинацию. Ну, именно качественную комбинацию. 2 стана и ультимейт. То есть только на один врыв. Если он убегает, как мы с тобой видели, то ульту он вообще не способен в этой даке произвести. Тут нападает на дерево. У дерева нет инвизы, это очень плохо. Ну и Сент-Кинг, если прыгнет, то убьет. А что ж они так боятся, это дерево? Алхимик кидает у нас ультимейт Слордара. Начинает бить Слордара всей команды. И Слордара больно. Эмбер один. Так, Эмбера копнули. Эмбер сейчас тут всех поубивает. Если ему дадут прожить, но ему не дали прожить, к сожалению. Ну и вот мы видим тут ТХД, скорее всего, тоже встрянет. Кентавр ускоряет всех. Стан в ТХД. И это минус 3 в исполнении команды Оранж. Загуляли MVP. Слишком поверили они в себя? Или просто-напросто слишком наглыми стали? Или просто пошли в драку без ультимейта Тайхандера? Да. Что тоже верно. Тоже факт. Параллельно на нашем стриме четвертом только что закончилась игра Arrow против First Departure. Arrow таки довели эту игру до конца. И они ее выиграли. У Arrow 4-0. И Arrow выходит на чистое первое место в азиатской квалификации. И это интересно. Тем временем на третьем нашем стриме сейчас будет игра Skies против Mid-Trust. Не пропустите. Там будет на что посмотреть. Ну и First Departure после победы над Skies разочаровывает. Проиграли они сначала у XCTN. Сейчас вот проиграли у AWR. О, говорю, AWR. Боже. У Arrow, конечно же. Так что тут атака. Что, Тайт. Тайт по-прежнему без льта. Но еще одну секунду. Набросились. Тайт. Гаш. Заморозили у нас Вивера. Вивер убегает. Где Amplify Damage? Amplify Damage не бросают. Потому что понимаешь, что там есть таймлапс. В любом случае сможет себя сбросить. Рвается Эмбер. Гонится у нас за Вивером. Вивера почти привязали. Вивер уже в таймлапс. Бежит Слордар. Ну почти. Почти. Жесткий. Пока у нас Вивер бегает. И Вивер сейчас без таймлапса, без ХП. Он убегает на базу. MVP начинает идти и дальше прессовать в центральный тавер. Все для этого есть. Равидж откатился. Баттл Хури есть. И у нас Оранжи в засаде. Берут засаду справа. То есть это на самом деле палец. И понятно, что они находятся все там. Вот у нас Эмбер Спирт начинает шалить. И нужно тавер бить. Да, но тавер так сдалека бьют. У Тайда по-прежнему не забываем, что имеется рэвидж. И очень он хочет сейчас ультануть несколько человек. И было бы круто, если бы напали как раз таки Оранжи. Чтобы кто-то подставился. Чтобы кто-то толково байтанул. А Оранжи теряют время. Кончилась ультимейта Алхимика. То есть он теперь будет не способен танковать. Ну и вот Ликвид Файером просто поджигает тавер понемножечку ТХД. Вот он Фари. Распрыгался. Тауэр упал. Фари. Тысяча голды. Кентавер прыгает на Тайда. Тайд. Ультимейт. Отличный по двоим. Туже приморозили ультопрежно. Тоже хороший. Санкин копнул с ультимейта ТХД. Убил его. Дерево ультануло поздновато. Цепанули Алхимика. Алхимика пытается убить. Алхимика просто убежал. Ну что, размен один в один? Слардар здесь гонит за Санкингом. Начинает его преследовать. Думаю, понимает, что там есть стан, поэтому не нападает. Стан никуда. Стан у Слардара. Начинает драться. Врываясь с Тайд Хандер. Начинается потасовка. Но аппарат остался. Ну, Эмбер всех убил. Да. Остался один. А Эмбер вообще фолловый. А Эмбер просто бегал и прыгал. Бегал и прыгал. У него криты сейчас появятся. Ему не хватает буквально несколько копеек до появления у него кристалиса. Ну, а дальше вы знаете. По накатанной. Дальше доедалось и так далее. Ребят, очередные анонсы на нашем втором стриме. Наша уже любимая команда. Минески играет против команды XTTN. Еще раз напомню на канале StarLadder 2. Там Витя Гадхант эту игру комментирует. Это, опять-таки, по-моему, мяч, матч пятого тура. Минески, которые нас очень порадовали в прошлом матче. В матче против Skys. Ну, и тем самым заставив Skys сейчас бояться за свое будущее. Потому что у Skys все-таки уже не самая веселая ситуация. На данный момент в азиатской квалификации. Я думаю, вы понимаете, что надо побеждать. Так, преимущество. У MVP 10 тысяч голды. Уже солидное. Им осталось завершить для себя ключевые артефакты. Это Black King Bank на Слардаре. И в итоге его будет фактически нереально убить. То есть Вивер у нас, который пакует себе вот ПТ-чику и Огваров Клаб. У него толком на дамаг ничего нет. Он будет не способен его пробивать. И сейчас нужно начинать где-то себе артефакты рисовать. Потому что... Ну, а где ты их нарисуешь, когда здесь каждый... Когда здесь MVP, но он 100 будет навязывать драки. А я вот думаю, где их нарисовать. Это хороший вопрос. Если бы я знал, я думаю, я бы на Интернешнл... На Интернешнл сейчас выступал. Вот им тоже нужно постараться. Ну, а я вижу просто Эмбер. Уже есть у него Кристаллис. И есть у него 660 голды. Уже после покупки Кристаллиса. И готов он дальше драться. Нон-стоп драться. Он не покупает какие-то там ненужные БКБ. Опять-таки те же барабаны и так далее. Pure damage. Да, как мужик просто. На дамаг. Ну и у нас начинается... Оранж занимает защитную позицию. То есть оставляет Вивер сверху. Его забрать тяжелее всего. Те прямо сами стоят под тавером. И, возможно, они для себя понимают, что нужно бросать верхний тавер. Драться под верхним тавером нереально. Огромное количество пространства. Ну, если сейчас отдавать верхний тавер, то ты просто на следующих 5 минут отдаешь свой лес. И фактически 3 линии. Ну, ладно, не 3 линии. Но лучше отдать его, чем отдать всю свою команду. Это правильно. Драться им только, по-моему, в узком проходе и больше нигде. Ну, в узком проходе там еще и макропира будет. Ну, а еще Ульцин Кинга... Ну, короче, у них у всех хорошо в узком проходе. Главное, чтобы в него встали MVP, а Оранжи приняли Оранж позицию. Да. И в итоге, смотри, начинает Винтер понимать, где можно нарисовать некоторое количество денег. И уходит в уражеский лес. Тут он находит большего монетчиков. И с них деньги забирает. Да, неплохо. Слардар... Полетел домой, Винтер. Да, Слардар у нас нападает на Рошана. Понимаю, что они сейчас слишком сильны. Но интересно то, что он бьет его один, юзает смок и продолжает бить Рошана. Да. Вот это тащи. Просто феноменальные какие-то мувы. А суть не в том, два БКБ одновременно появляются у Вивера и как раз-таки у Кьюоу на Слардаре. Которого тут дерево полностью выхилило, пока он бил этого Рошанчика. Смотри, как медленно бьет Рошан. Хорошо, Ликвидфай работает на самом деле. Вот такая феечка тут у меня. Ульта-пара, Акентавр прыгает. Тут же Алхимик Стана. Ой-ой-ой, какой реведж отличный. И там же всех приморозило. Кто-то забрал Эггис. Слардар забрал Эггис. Убивает Винтера на размен на Тайдхантера. А тут Сент-Кинг, скорее всего, тоже погибает. Сент-Кинг Стан тоже погибает. Ну и в итоге размен 2 в 2. Да, Джакира и Тайд на Кентавра и Сент-Кинга. Плюс Эггис пытается и Асера улететь. И связывает его, ну точнее Стана Слардара. Еще один минус 3 трупа у нас после вот этого размена. И Эггис у Слардара. В принципе, отлично для MVP. Да, отлично. Я думал, что надо начинать там съемку на таком раскасте. Но, увы, ультимейтов у нас... Ультимейтов в одну связку нехот. Попадил у нас аппарат. Ну, именно одновременно с Сент-Кингом в Тайдхантера. То он наверняка бы... Он не успел свой ровей ждать. Вот минимум начал бить Слардар Тауэр. Но понял, что немножечко рановато. Фариву тоже рановато бить Тауэр. Он только купил рецепт на Дейдаус. Просто феноменальный сейчас Фарив. У него просто Кристаллис и рецепт на Дейдаус плюс 1000 голды. То есть, вот... Человек настолько уверен сам себе, что просто тут вытворяет чудеса. Да, еще бы Аркан Тапчик изумеет на какой-нибудь Трэвел Бутс или что-то еще. Потому что сейчас ему уже всю ману дают Баттл Фури. И тогда он сможет чувствовать себя еще жестче. Потому что сейчас это фактически лишний артефакт. Который не помогает ему никак. Начинает пушировать низ. Подходит сюда Вирнер. Подходит вся сюда команда. Сейчас все понимают, что фактически весь верхний лес занят. И очень тяжело здесь что-то сделать. Но Санкинг выходит на разведку. Поставил он вард. Пока докладывает, что чисто. Ну а MVP решили зафармить все пустующие линии. Так, и у меня залагала Дота. Не, разлагала, слава богу. MVP зафармили все, что можно. Верх, низ, центр и свой лес. Ну и теперь нужно дальше идти. 14 тысяч голды и 7 тысяч экспы ведут MVP Феникс. И продолжают, продолжают они довольно серьезно. Очень важный момент, то что у Трента сейчас есть блинк. Теперь он может комбинировать вместе. А нет, не блинк, а Владимир. Вот, Трент у нас купил Владимир. Дошел сдать побои. Боже, какая же это помощь всем просто. Это огромное количество регена. И если у нас MVP где-то выигрывает драку, то дальше можно идти смело вперед и всю противников месить. И оранжам нужны срочно БКБшки. Без БКБ драться нереально в таком замесе. Там ульт Тайда, Макропира, туда еще Станы, Станы Слардара. То есть герои не бьют вообще. Ни Кентавр, ни Алхимик, ни Вивер толком. Ну, Дим, ну какие БКБшки? Ты глянь на Алхимика. Ну, он уже, смотри, вот он уже, уже двигается. Куда он двигается? У него 400 голды и мека. Куда он, смотри, куда он двигается? О, смотри, задвигался. Вот там, говорит, БКБ продается, иди туда. Минус Вивер. У Вивера было БКБ, кстати. Да, Вивер двигался, кстати, как раз. Да, Вивер как раз двигался. Никуда, куда надо. Там, кстати, поймали еще Слардара. Подсветили, полтора удара. Минус Слардар. Что дальше? Ну, дальше минус Бараки. Вот, вот, ты правильно говоришь. Вот нужно двигаться, но не в ту сторону. Да, вот немного не в ту сторону. То есть, ну, я просто знаю очень много команд, которые любят двигаться вот так, как двигался только что Алхимик. То есть, стоять на месте и делать вид, что они, типа, дефят, да? Что, он полезный, типа, занимает важную миссию. Так, Фуриф хочет сделать трипл килл, как сделал когда-то. Ферари он почти сделал, на самом деле. Да, и Шарки чуть не сгорел, да. Шарки, кстати, легендарные Шарки у нас. Да, это тот самый легендарный Шарки, который на третий Интернешнл, на второй Интернешнл не попал, потому что он курил в самолете и его сняли с рейса. И вы помните, что за слот его команды играли в итоге World Elite и Маус Спортс. И выиграли там Маус Спортс, а еще там 3-0. Великолепные Шарки. Тот самый Шарки, который играл за команду MUFC, да, она в 2010 году еще в первую доту на ВДЦ. Но не поймите, тогда она играла реально жестко. И сейчас мы что видим, Шарки у нас играет на аппарате, Шарки на 25-й минуте. Подожди, тогда он ходил то ли в мид, то ли кэрибилл. Да, да, да. Сейчас он играет на Супорт аппарате, который 8-й левел на 25-й минуте. И у него в запаке один сапог за 25-й минуте. Ну, 889, Нетворс у него, Шарки не сдается. Мы просто на игру такой попали. Orange до этого 3 матча выиграли, они были сильными. А вот нам сейчас просто не повезло. Да, я просто помню то, что он был очень сильным мидером. Он реально творил дела. Ну, я помню, он Дэндика там гонял хорошо во время этих матчей в группе тогда. В группе вы им тогда проиграли. Без шанса. Да, а за третье место вы выиграли 2-1. Да. То есть в группе вы им проиграли, и из-за этого Ехоум из группы не вышли. Ну, так... Как же давно это было-то. Как стратегия. Как стратегия, да. Продолжаем смотреть. Как-то я помню, ну, ты бегал по стадиону и кричал «Ехоум, гоу хоум, гоу хоум, гоу хоум, гоу хоум, гоу хоум». Они на меня потом обиделись, написали статью. Ну, естественно, потому что как бы выглядело реально как подстава, то, что мы реально пацанов специально не выпустили из группы. Ну, это так именно надо. А то выиграли все... А где, кстати, сейчас, ты знаешь, где сейчас все эти ехоумы, где они? Я знаю, что... Ну, Икс играет. Ну, 820 он тренер. 820 комментирует, по-моему, или тренирует? Ну, да, комментирует и одновременно тренер. Кристалл, он ушел в реал лайф. 357, по-моему, на Бриллис этого... Ну, ты понял, откуда. Из ВГ. А, да-да-да, из EG Gaming. Ну... Ну, и Кинг Джей. Кинг Джей на Бриллис СЖ. Вот у него. Вот она, легендарная команда Ехоум. Подожди, а давай вспомним легендарную команду ДТС. Так, ДРДСБ, НС, Лайт оф Хэм, Лайт оф Хэм, Дэнди и, внимание, арт стайл. Да, арт стайл. Слушай, почти все то же самое, да? Похожая. Да, похожая история, да. Ну что, поджигает здесь. Половину на Брилли, один за Дот играет в сильнейшей команде. Так, кто-то там комментирует, да и так далее. Так, Кентавр ворвался, не знает, кого станет. Марш! Утимейт тут же залетает. Отличный стан. Минус один, минус два. Проседает, правда, очень сильный MVP, но этого не хватает. Тут ГГ, ВП, ноуре. Отличная игра. Брависсимый MVP Феникс. Я доволен. Я доволен. Красавцы. Ну, идет Ваня, Ваня тоже доволен. Ваня, ты доволен? Сейчас Ваня...